В Беларуси изменились критерии годности призывников. Изменения продиктованы временем. Медицина стремительно развивается, становится технологичнее. Поэтому некоторые положения, которыми руководствовались призывные комиссии последние 10 лет, попросту устарели. И вот накануне президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о призыве на срочно военную службу и службу в резерве. Пополнение в армии стоит ждать в феврале-май. Хотя новые правила, ориентированные в первую очередь на отсрочки, не забывают и про бонусы. Льготы при поступлении, общежития. В общем, тема важная и есть о чем поговорить. Остановимся более подробно на каждом нововведении. Ключевое – отсрочку для получения образования будут предоставлять лишь один раз. Если молодой человек отучился в колледже и хочет продолжить обучение в ВУЗе, сначала ему нужно будет отслужить. Исключение составляют те, кто учится за границей по направлению государственных органов или организаций. Отныне лица, которые прошли срочно военную службу, получили ряд преференций. Например, это первоочередное право на место в общежитии при поступлении в колледж, в университет после срочной военной службы. Потом право выбора места распределения после завершения колледжа либо университета. Теперь на время службы за молодым человеком сохраняется рабочее место, будь то государственная или частная фирма собственности предприятия. За членами семьи военнослужащего, который проходит срочку, остается место в общежитии, которое парень получил до момента призыва. И, пожалуй, самый важный момент – теперь весь этот срок засчитывается в трудовой и пенсионный стаж. Я напомню, какие типа отсрочек вообще существуют. Бьют – это по состоянию здоровья граждан, для продолжения образования, по семейному положению, для получения военно-технических специальностей, на основании указов президента Республики Беларусь, для осуществления депутатских полномочий и для прохождения интернатуры. Вот основные типы отсрочек. Еще одно важное нововведение – молодые люди, которые не отслужат в армии, не имея на это законных оснований, не смогут стать госслужащими, а также занимать должности в МВД, МЧС, Государственном комитете судебных экспертиз, в органах финансовых расследований, комитета госконтроля и Следственном комитете. Ну а это весной из войск уволится около 7 тысяч военнослужащих. Параллельно продолжается работа военкоматов. Призовут примерно столько же – кого-то на год, кого-то на полтора, чтобы получить новую специальность и жизненный опыт. Новый закон позволяет реформировать прием на службу в армии, но и, конечно, ставит перед Министерством обороны куда более масштабные задачи – реформу самой службы. Теперь просто поднять престиж недостаточно. Вооруженные силы должны соответствовать мировым критериям и запросам. Ведь безопасность – вопрос независимости страны. Максим Кембель, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова